Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Текст довольно длинный, описывает ситуацию молодых людей. Я, наверное, зачитаю часть этого текста, весь текст читать не буду. Итак, после двух с половиной лет молодой человек сказал, что устало от отношений, ему в них стало скучно. Мы пара, мы пара. Мужчина 27 лет, женщина 32 года. Вместе мы прожили примерно два с половиной. Так получилось, что наши отношения начали развиваться очень стремительно. Влюбились и влюбились по уши, и из-за сложившейся жизненной ситуации начали жить вместе, буквально через пару месяцев. Жили два года, в принципе, отлично оба работали. На одной и той же работе вместе 24 на 7. Но тогда это особо не напрягало. Были 40, как у всех, но умерились. Немного о нас. Он, ну, мужчина-нарцисс. Сам не знает, что это такое. Он это признает, знает, что нужно меняться, немного поменялся, на домашке нарциссы остались. Также он очень свободолюбивый, в плане ему вечно нужно куда-то ходить, с кем-то встречаться, чем-то новым заниматься. Я хоть и очень домашний, я начала наоборот. И с ним заниматься всем, чем он хочет, и вести более активный образ жизни. Для меня он стал меньше выбираться и больше сидеть дома. Я его не представлял вопрос, но он знает, что мне не нравится, и сам делает так, как понравится мне. На самом деле он большой молодец и очень старался соответствовать тому мужчину, которого, по его мнению, я хочу. Также замечу, что он никогда не изменял и даже не собирался. В этом плане он, так же, как и я, очень преданный. Кроме того, у него присутствует токсичное поведение нарциссов. После ссоры может понять, что мне меня игнорировать в одном помещении, лишь бы наказать, манипулировать, чтобы изменилась я и т.д. Когда нет, ссор он идеальный для меня мужчина, ничего бы не менял. Но последние полгода наша жизнь круто изменилась. Мы оба из разных стран, жили на территории страны, которая была не моя, а не его родная. Но в связи с пандемией 5 месяцев назад переехали к нему в страну, уехали намеренно, зная, что, возможно, здесь задержимся и копили деньги, чтобы находиться здесь полгода не работая. Как только мы сюда приехали, все было идеально. Долго мечтали здесь отдохнуть, было, в общем, отлично. Потом, естественно, началась рутина последние месяца 3. Работы нет, делать нечего, убираться некуда, затянул быт. И скукота. Плюс начали поджимать финансы. Если я все это вижу, что скучная рутина, понимаю, что это временно просто такой период, и рано или поздно жизнь вернется на свои места, и нужно просто пережить, то для него это все очень сложно дается. Мы начали ссориться, ссориться на ровном месте, и инициатор в основном он. Дальше как описывает, что ссоры развивались по нарастающей, в итоге на день рождения его они поссорились. Вот он, значит, ушел, да, некоторое время ходил, не выходил на контакт, а потом, соответственно, сам вышел на разговор и сказал, что он устал от того, что автор вопроса, в общем-то, всю свою жизнь посвящает ему. Что у него нет своих интересов, и она как бы полностью зависит от него, и он чувствует на себе большую ответственность. Вот. Автор вопроса начала меняться, но ее тревожит то, что как бы она ни менялась, да, он ее не примет. И она пытается понять, любит ли он ее. Вот. И, собственно, вопрос человека заключается в том, чтобы мы помогли расшифровать. А я сейчас это зачитаю. Тоже. Значит, так, хотелось бы просто понять, в его действиях вы видите мужчину, который любит и хочет хранить отношения. В его действиях мы не видим ничего, потому что это его действие, не ваше. Мы здесь работаем с вами, а не с ним. Нормально ли все это и сможем ли мы пройти этот кризис? Смотря что, понимать, под нормально. Да? То есть я бы сказал, что... Нормально мы здесь... Ну, для того состояния отношения, в котором вы находитесь, да, нормально, но нормально ли это для отношений, в принципе, нет. Сможете ли вы пройти кризис? Сможете, да, может, нет. Психологи не предсказывают будущее. Дальше. Надеюсь, вы поможете мне понять, что он думает и почему такое произошло с нами. Нет. Что он думает, мы вам понять не сможем. Почему такое произошло с нами, тоже нет. Почему такое произошло с вами лично, автор вопроса, мы понять сможем. Вы пишите свои ошибки, я прекрасно понимаю. Понимаю, что душило своим присутствием и сама я на пути к изменениям. Не совсем. Вы делаете эти изменения, суть по всему, для того, чтобы он вас принял, в этом большая проблема. Итак. Что я здесь вижу? В тексте. Да? Во-первых. 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 Я вижу в тексте вашу некоторую неосознанность. Вы говорите. Так получилось, что наши отношения начали развиваться очень стремительно. Что значит так получилось, что наши отношения начали развиваться стремительно. Это не ваши отношения начали развиваться стремительно. Это, я бы сказал, что вы начали стремительно развивать отношения с ним. Я бы это, я бы это вот так, так бы, наверное, назвал. Ну, давайте все-таки вещи, да, называть как-то вот своими именами. Вот, то есть вы обобщаете, это вот первое, что вы делаете, вы обобщаете, и второе, вы говорите, так получилось, то есть вот, как бы, это уже довольно тревожный, ну, как бы, довольно тревожный знак, что так получилось, потому что ничего так просто не получается. Вот. И то, что вы так вот, ну, быстро начали отношения, на мой, на мой, ну, как бы, на мой взгляд, у этого есть свои причины. Причины этого, на мой взгляд, опять же, довольно, ну, в этом смысле простые, это причины, связанные со страстью. У вас возникла страсть. У вас возникла страсть. Вот. И момент здесь такой, что вы человека идеализировали, вы говорите, он идеальный для меня мужчина, да, кроме вот этих моментов, ну, не бывает идеальных людей. У всех есть, ну, свои недостатки. Это нормально. А вы, повторюсь, меня не покидало это ощущение, не покидало ощущение, что вы его вот в этом смысле пытались, ну, пытаетесь или поменять, вот, или вы его идеализируете. Вот так. Дальше. Значит, из-за сложившей жизненной ситуации начали жить вместе, опять же, перекладывание ответственности. Обстоятельства определяют ваше поведение. Не вы сами определяете свое поведение, а обстоятельства. Это большая проблема, потому что ответственности нет здесь. Успеть прочувствовать, успеть понять, что я чувствую, что я хочу, как я чувствую, как я хочу, возможности у вас нет. Все происходит быстро, все происходит стремительно, вот. Нет возможности подумать. Понимаете? Нет возможности заметить и нет возможности осознать, что со мной происходит сейчас. Как я хочу сейчас. Ну, грубо говоря, да, чего я хочу сейчас и так далее. Дальше. Жили два года, в принципе, отлично. Оба работали на одной работе. Вроде бы 24 на 7, но это особо не напрягало. Кого не напрягало? Ну, молодого человека может быть напрягало. Были ссоры, как у всех, но мирились. Опять же, ссоры из-за чего? Ссоры просто так не возникают. Мирились как? То есть, как именно вы мирились? То есть, какие-то выводы, какие-то решения совместные. Он, мужчина-нарцисс. Сами знаете, что это такое? Нет, не знаю, потому что нарцисс это вообще-то говоря, ну, как бы, нарциссическое расстройство личности. Это диагноз. То, что вы описываете, на нарцисса не похоже. Его поведение, которое вы описываете после ссоры, это не поведение нарцисса. Поэтому, извините, откуда вы узнали, что нарцисс, как вы это определили, непонятно. Ну, вот, он это признаёт, знает, что ему надо меняться. Ну, просто повесили на человека-еройку, как бы. Вот. А вы говорите, замашки нарцисса остались. То есть, замашки это что такое? Пренебрежение, это обесценивание и, соответственно, не принять. Он очень свободолюбивый. В плане, ему вечно нужно куда-то ходить, с кем-то встречаться, с кем-то новым заниматься. Я ходил очень домашнее. Я начала, наоборот, заниматься тем, что он хочет и вести более активный образ жизни. Опять же, совсем понятно, что это значит. Понимаете? То есть, как бы, он свободолюбивый. Если он свободолюбивый, как получилось, что вы тогда с ним сошлись, во-первых? Потому что, ну, логично, что если он свободолюбивый, то вам, наверное, это не подходит. И как получилось, что вот вы, будучи домашний, да, начали как-то вот, опять же, там, ну, делать вот какие-то вещи, да, например, вам, ну, не свойственно. То есть, опять же, здесь, как будто бы, вот, ну, происходит какое-то насилие. Ну, по крайней мере, ну, мне, по крайней мере, так это видится, да? То есть, вот, мне так это вот, ну, представляется, что вот вы, как будто бы, как будто бы, я повторюсь, друг друга, вот, ну, заставляете, как будто бы, друг друга заставляете, вот. Я, конечно, ну, могу ошибаться, вот, естественно. Но вот пока что выглядит это так. Что вы заставляете себя, и вы заставляете, как бы, ну, его, вот. Ну, то есть, это, как минимум, опять же, идёт, ну, в обход того, что комфортно и вам. Это идёт в обход того, что комфортно вам. Это идёт в обход того, что комфортно ему, скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Понимаете, да? То есть, тут, опять же, вот, как бы, идёт передавливание, грубо говоря. Идёт передавливание. 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 Дальше, значит, всё, значит, вы домашние. То есть, опять же, как бы, да? Чтобы под этим подразумевать, всё это надо проанализировать. А, изначально, это вот, как будто бы вы не чувствуете себя в безопасности. Вот. Пытаетесь окружить себя какими-то, вот, внешними стенами. Для меня он, для меня он стал меньше выбираться больше здесь дома. Я его не вставляю. Просто он знает, что мне не нравится сам делать так, как понравится мне. Но, опять же, эта история, знаете как, эта история очень деликатна. Да? С одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы делать, как бы, ну, для человека то, что ему нравится. С другой стороны, не делать что-то только потому, что другому не нравится. Это чревато. Это чревато недовольством. Это чревато неудовлетворенностью. Это, ну, это во всех, во всех, во всех отношениях чревато. Знаете, какая штука? И поэтому, вот, как. Ну, желательно бы узнать как-то, вот, что человек думал. Думал и думает. Ну вот, по этому поводу, да, то есть, вот он меньше стал что-то делать, потому что вам не нравится. Понимаете, то есть тут как бы вот получается так, что я беру ответственность за то, что тебе не нравится. И не делаю то, что нравится мне. Ну вот, на мой взгляд, это прямой путь, прямой просто путь к неудовлетворенности. На мой взгляд, это прямой путь к тому, чтобы, ну, чувствовать себя в тисках и в зажатости. Потому что мы не обсуждаем, да, мы не делимся тем, чем мы хотим, а мы просто как бы подчиняемся и подстраиваемся. Вот, и опять же, в самой по себе подстройке и подчинении ничего плохого нет. Вот, но тот мотив, потому что мне не нравится это, это вызывает вопрос. Это вызывает тревогу. Вот, это именно что вызывает тревогу с учетом того, что вы описываете, с учетом вот тех трудностей, с которыми вы сталкиваетесь. Вот, потому что, по идее, если вы такого человека выбираете, вы не пытаетесь его менять. А, как бы, есть ощущение, что, ну, как бы, вы его меняете. Хотя бы в части нарциссов, нарциссизма его. А, дальше, значит, он большой молодец, старался соответствовать тому мужчине, которому при мнении я хочу. Старался соответствовать тому, тому мужчине, которого, по его мнению, я хочу. То есть мало того, что человек начал себя, получается, ломать только потому, что он решил, что вы хотите какого-то мужчину. Мало того, что он начал себя ломать, так получается, что вы еще и его, как бы, поддерживаете в этом. То есть, понимаете, как, вот, понимаете, где возникает вот это вот передавливание. Передавливание возникает как раз там, где человек старается быть не самим собой. Понимаете, какая штука. Вот. И вам, если вы начали, вот, ну, делать, как бы, вот, что-то, да, то есть вы начали, там, ну, тоже вести какой-то, вот, ну, активный образ жизни и так далее. Более активный образ жизни вы начали вести, допустим. Вот. Той же момент. А для вас-то это насколько естественно. Делали ли вы это, потому что хотели, или как. А на эти, вот, на эти, на эти как-то вопросы, ответа-то и нет. Понимаете, в чем-то штука. Вот. Вот. Ну, нет. А на эти вопросы пока что ответа. А вообще-то это очень важный момент. Вообще-то это очень важная история. Вот. Понимаете, да? Дальше. Так. Так. Также замечу. Никогда не изменял, даже не собирался в этом плане. Он также, как я, преданный. Откуда у вас это? Почему вы об этом говорили? У него присутствует токсичное поведение нацизма. Потому что ссором может несколько дней меня игнорировать в данном помещении. Лишь бы наказать мне не привели, чтобы изменилось. Это не проявление нацизма. А когда нет ссором, идеальный для меня мужчина ничего бы не менял. Идеальных случаев не бывает. А после вы считаете его идеальным, уже говорит о требованиях и об ожиданиях. Ожидания давят и подавляют. Вот. И соответственно. Соответственно. Да? Вы дальше пишите следующее. Опять же, как только мы сюда приехали. Естественно, началась рутина. Далее вы говорите, что для меня одно, а для него другое. И разница в восприятии это нормально. Его начали раздражать мелочи. Начал газетин утвердить, что вы скучно задолбали. Ссора за ссорой. Опять же, ваша ответственность в ссоре, она вот тут как бы какая. То есть, ну вот, ваша ответственность в ссоре, она здесь какая. Она здесь, ну, как вы, ну вот, как вы ссоритесь. Вот так я бы сказал. То есть, что вы делаете для того, чтобы ссориться. Ваш вклад в ссору, да, он какой? Вот это мне в данном случае, ну, важно услышать. Ваш конфликт в ссору он какой? Ваш вклад, простите, в ссору он какой? Понимаете, да? То есть, вот это очень важный момент. А вы его такое чувство, что особо-то не замечаете. Ну, у меня, по крайней мере, вот, ну, такое ощущение, что вы не замечаете этого. Что у вас есть какой-то вклад в конфликт. Что это вот, ну, грубо говоря, грубо говоря, да, ваш собственный вот вклад в конфликт, в, ну, в проблему, так скажем. Вот. Потому что, ну, я не думаю, что вы не могли не знать о том, что молодой человек, скорее всего, вот так отреагирует. Ну, вот, на, ну, вот, на эти, на эти, ну, на эти события, да, на эти вот изменения. На эти, ну, обстоятельства, которые вот у вас, ну, ну, произошли. Вот. То есть, как бы, понятно, понятно, что в них, да, вот в этих, как бы, ну, событиях, да, в них, как бы, ну, ничего хорошего, да, нет. Но, опять же, в этом смысле, вот то, что вы описываете, выдает, ну, некую такую вот, я бы сказал, а, ну, может быть, а, не то, что даже безответственность, да, а, скорее, вот, именно, а, именно, не особенность. К сожалению. Дальше. Дальше. Так, значит, а, так, если мы, так, если мы раньше были как влюбленные птички, все за место, мы говорили, какая мы идеальная пара, идеальных пар не было. Это, опять же, идеализация. Вот. Вы перекладываете ответственность за ссоры на него. Вы говорите, это сейчас кошка, как кошка с собакой, это ваша ответственность быть кошкой или, ну, я думаю, что вы кошкой собак считаете. Да, иногда я тоже могу быть не в настроении, особенно в физические дни, на ссоре я пытаюсь не начинать. Ну, что значит пытаюсь? Значит, вы, во-первых, себя удерживаете, во-вторых, вы не умеете коммуници... коммуницировать, да? Получилось. Он раздражается на мелочи. Стало закрываться, было у меня настроение, постоянно что-то мне беспокоиться не рассказывать. Это ваша тревога. Тревога это угроза, мне кажется, что у вас тревога, вы в этом смысле, в общем-то, ну, на короткой, что называется, ноге, находитесь, ну, может быть, не всю, вот, прям, свою, ну, не всю свою жизнь вы находитесь. Вот, ну, я бы сказал, что, возможно, ну, довольно долго, то есть вы, ну, наверное, не замечаете даже то, что он, ну, то, что вот у вас, как бы, вот эта вот, ну, тревожность, да, она присутствует. Вы, возможно, этого, этого не замечаете. Вот. А вообще-то это очень, ну, такой, серьезный момент, серьезный момент и серьезный аспект. Вот. Вы его, ну, вот, на мой взгляд, пропускаете, вы, на мой взгляд, этот аспект пропускаете и, соответственно, как бы, получается, что для вас это вот, ну, выглядит как такая вот неожиданность и проблема. Вот. Дальше. 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 А, значит, так, теперь из-за этого всего, а теперь, что из этого вышло? Мы поссорились на его деморативно. Опять же, в ссору, в ссоре есть ваш план. Так. Дальше. Значит, вы описываете, что он ходил, должен любить меня, но не может принять некоторую вещь, поэтому неверно любить. Ну, значит, это правда. Это правда, он какие-то вещи не принимает. Да. Естественно, после этой правды мне нечего было ему сказать, я закончил разговор. Почему? Естественно. Да? Вот. То, что он вам говорил, я читать не буду, выпишите, что, прекрасно его понимаете, с ним согласен, начала меняться. Для чего? Ну, в смысле, чтобы что? Дальше. Я пытаюсь понять, действительно, этот человек меня любит и просто устал и хочет новизны. А вы этого, вот, вы этого, наверняка, вы этого не узнаете. То есть, вот, в чем, как бы, ну, особенность отношений, да, в том, что вы наверняка, наверняка узнать этого, ну, не сможете никак. Там и тогда отношения. Вот. И это нормально, что вы этого, вот, можете не узнать. А вы пытаетесь, что вы пытаетесь сделать? Что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь это узнать. Вы пытаетесь себя обезопасить. В этом смысле. Понимаете, да? То есть, то есть, это как бы про что? Это про, как раз таки, вот, ну, это про тревожность. Ну, про вашу тревожность. Здесь вот то, что вы говорите. Это про попытку получить определенность в отношениях, к сожалению. Вот. Ну, а это, это невозможно, потому что отношения, как бы, вот, они, ну, есть неопределенность. И, действительно, я верю в то, что вам сложно в неопределенности, но только потому, что вы себе не доверяете. А не доверяете вы себе, потому что вы пытаетесь понять, что же он хотел. Что же ему нужно? Вы пытаетесь понять. Вот. Дальше. Просто после этого разговора, вроде все хорошо, но по-другому. Они так нежно, как раньше, были отстранены. Ну, понятно, стена образовалась, да? Наверное, то все равно, как бы, не чувствует себя человек свободно. Вот. Сейчас смешанные чувства постоянно чувствуют, что не хочет быть со мной, хотя он старается. Но я вижу, это не так легко. Так. Что я не могу расшифровать для себя, это то, что он мне сказал в примирении. Вы не можете расшифровать. Вы просто игнорируете свой отклик и не говорите по факту по душе. У меня не уходит страх, что, чтобы я не поменял, он уже как будто быстро руки не вершит. Это страх потерять. Со страхом потери нужно работать. Это опять же следствие того, что вы на себя не опираетесь и не доверяете себя. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я буду вам благодарен за обратную связь по нему. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.